Я когда приезжаю с работы, я кругами езжу, чтобы найти хотя бы маленькое свободное место. Припарковаться во дворе для Екатерины большая проблема. Машин много, мест всем не хватает. Автомобиль можно оставить за домом, но в случае женщины это еще хуже. У Екатерины вторая группа инвалидности, и ходьба пешком доставляет ей боль и мучения. За домом строительная дорога, там не чистят. Даже если в лучшем случае я там найду место, я ставлю автомобиль туда, и у меня начинается квест. Там грязь, осень-весна, зимой сугробы в два человеческих роста. Даже если добрые наши соседи прочистят тропинку, я с тростью не могу пройти. Все случилось в ноябре 2019-го, когда женщина пошла за ребенком в садик. Выйдя из подъезда, она поскользнулась на ступенях, упала и получила сложный перелом ноги. Потом были пять операций, но они не помогли. Екатерина осталась инвалидом. Перемещаюсь только на автомобиле. Пешком я больше 100 метров пройти не могу. Ситуация такая. Вечером после работы мне просто негде поставить автомобиль. Здесь все занято. Я приезжаю, тут борьба за место идет. Места нет, приходится парковаться за домом. Поэтому для Нижнекамки важно ставить машину ближе к своему подъезду. А чтобы проблем не было, нужен знак «Парковка для инвалидов». Сейчас такой стоит возле другого подъезда. Два года назад Екатерина обратилась в управляющую компанию. Мне юрист отвечает. Процесс тяжелый, долгий, но мы можем вам за определенную плату, то бишь 15 тысяч рублей, поставить знак «Инвалида» без проблем. Я считаю, это неправильно. Добивалась это всего я с 2020 года. В итоге пришли к тому, чтобы перенести имеющийся знак возле третьего подъезда к первому. Женщина собирала подписи жильцов. Никто не был против. Правда, дальше разговоров дело не пошло. В мае Екатерина повторно обращалась в управляющую компанию. И тогда ей пообещали, что в течение недели знак «Инвалида» перенесут и установят возле ее подъезда. Но сейчас уже идет сентябрь, а работа так и не сделана. В местном офисе управляющей компании РСК нам пояснили, что знак стоит согласно проекту. Почему тогда его обещали перенести, объяснить не смогли. Сказали, как и Екатерине, заявка в работе, но вот когда ее доведут до конца, не знают. В казанском же офисе и вовсе никто не ответил на звонки. Возможно, теперь женщине придется обращаться в другие инстанции. Светлана Шумкова, Максим Липин, Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова